Если вы любите собак, то это видео «Ваше собачье дело». 12 вещей, которыми вы причиняете вред своей собаке, даже не подозревая. Если у вас есть собака, вы наверняка хотите, чтобы она всегда была здорова и прожила долгую и счастливую жизнь. Но иногда вы можете делать вещи вредные для вашего четвероногого друга, даже не понимая этого. Собаки любопытны, активны и очень похожи на детей. Это прекрасно, но из-за этого же они могут попасть в передрягу. Мы этого, конечно же, не хотим, так что представляем вам наиболее распространенные ошибки, которые собаководы неумышленно допускают, заботясь о своих песиках. Но прежде чем мы окунемся в омут знаний, не забудьте подписаться на наш канал, так вы получите доступ ко всем полезным видео, которые появляются у нас каждый день. Номер 12. Неправильно подобранный ошейник. В первую очередь нужно подобрать правильный тип ошейника. Это решение очень важно, а еще оно довольно личное. Есть несколько типов ошейников, и вы должны выбрать тот, который лучше всего подходит нуждам и характеру вашего питомца и имеет место, куда прикрепить его лицензию. Плоский ошейник. Самый распространенный тип. Найти такие ошейники в любом зоомагазине. У него есть пряжка, с помощью которой можно настраивать диаметр ошейника, как вам удобно, и подгонять под размеры растущего щенка. Растегивающийся ошейник. Этот тип создан больше для собак, проводящих много времени на свежем воздухе. Он растегивается, если есть опасность удушения. Например, пес нарвался на забор или ветку дерева. Если ваш щенок любит совать свой нос везде и всюду, то этот ошейник подойдет ему как нельзя лучше. Особые ошейники для дрессировки. Такие ошейники лучше не использовать на самых маленьких щенятах, потому что они сделаны для поведенческой дрессировки, но все зависит от возраста щенка. Шлейка. Если ваша собака любит вас тянуть или исследовать все, до чего дотягивается, шлейка может быть более правильным решением для мохнатого друга. Ошейник может серьезно травмировать горло собаки, если она потянет слишком сильно. Со шлейкой таких проблем не возникнет. Итак, вы выбрали ошейник или шлейку, и теперь настало время для второго, не менее важного, шага подбора правильного размера. Если шлейка или ошейник слишком велики, собака может сбежать, а если слишком малы, то задохнуться. Общее правило таково. У маленьких и средних пород между шлейкой или ошейником и шеей должен помещаться один палец. У больших и очень больших пород два пальца. И не забудьте время от времени проверять тугость, особенно если питомец еще растет. Кроме того, собаки, как и люди, могут со временем набирать вес. Ой, не напоминайте. Номер одиннадцать. Собака, оставленная в машине одна. Никогда не оставляйте собаку одну в машине. Согласно данным гидрометеоцентра, температура в машине может подняться на двадцать градусов всего за десять минут, даже если припаркована в тени. Всероссийское общество автомобилистов подтверждает эту информацию и добавляет, что даже если на улице стоит приятная температура в пятнадцать градусов, внутри машины она может взлететь до тридцати семи. Собаки не потеют, как люди, и поэтому они могут перегреться гораздо быстрее, чем вы думаете. А отсутствие жизненно важной функции самоохлаждения, если их оставить в запертой машине, может привести к печальному исходу. Признаки перегрева включают слюноотделение или отдышку и общее беспокойство. Такие симптомы, как рвота, диарея или литургия, указывают на опасность для жизни. В этом случае собаку нужно немедленно везти к ветеринару. Номер десять. Пренебрежение уходом за зубами. За собачьими зубами нужно ухаживать так же, как и за человеческими. И это вопрос не только эстетики, но и здоровья. Чистить зубы щенку нужно сразу, как только вы его завели, чтобы он к этому привык. Поначалу, или если зубы собаки здоровы, будет достаточно трех раз в неделю, но лучше всего довести до ежедневной чистки. И нет, жевательные чистящие палочки не заменят регулярную чистку зубов. Мятные вкусняшки для разгрызания не очищают задние зубы так, как щетка. Не используйте пасты и щетки, предназначенные для людей. Существуют специальные средства для собак, и они сильно отличаются от человеческих. Вряд ли вы когда-нибудь пробовали зубную пасту со вкусом курятины или говядины. У собачьих зубных щеток обычно уменьшенная головка и очень мягкие щетинки. Если у вас такой нет, можете взять детскую щетку, ватную палочку или даже кусок марли, намотанный на палец. Но вообще зубные пасты и щетки для собак продаются в любом зоомагазине или у ветеринаров. Кстати, два раза в год собаку необходимо водить к ветеринару на профессиональную чистку зубов. Да, все как у людей. А вот вам мой личный секретный бонус. Если вы сможете подсадить своего питомца на специальные пластиковые косточки для жевания, то получите идеальное решение. Это занятие удовлетворяет его потребность в разгрызании, занимает его, не давая грызть все подряд, и заодно автоматически чистит его зубы. Мой девятилетний друг Рейли ни разу не нуждался в профессиональной чистке благодаря привычке жевать эти косточки, приобретенной в детстве. Ветеринару удивляются его белоснежные улыбки на каждом осмотре. Я только радуюсь и экономлю кучу денег. Номер девять. Вы позволяете собаке есть все подряд. Никогда не кормите собаку человеческой едой. В ней слишком много соли, специй и жира. Большинство ваших блюд высокотоксично для собак. Конфеты, жвачка, выпечка и даже некоторые диетические продукты содержат подсластитель ксилитол. Если он попадет в желудок собаки, ее сахар крови упадет, что может привести к отказу печени. Авокадо содержит персин. Этот токсин может вызвать сильную рвоту и поносу мохнатого друга. Включаем капитана очевидность. Никогда не давайте питомцу алкоголь. Он бьет по собачьим печени и мозгу гораздо сильнее, чем по человеческим. Алкоголь в организме четвероногого может вызвать такие симптомы, как диарея, рвота, проблемы с дыханием и координации, а в худшем случае – кому и смерть. Полный список продуктов, которые могут привести к серьезным проблемам у собак, займет несколько километров. Но самые главные из них следующие – кофе, чай и другие напитки с кофеином, виноград и изюм, молоко и молочные продукты, кости с жиром и обрезки, персики, сливы и хурма, сырые яйца, мясо и рыба, соленое и сладкое. И, конечно, печально известный шоколад. Собаке также не стоит давать объедки со своего стола. Это приучает ее к нежелательной привычке просить «Ну, пожалуйста, можно еще чуть-чуть?». А собаки, как известно, невероятно легко учатся тому, что им делать запрещено. Номер восемь. Вы приводите щенка в парк для собак. Собаки очень общительны, но хорошенько подумайте, прежде чем везти маленького щенка в парк для взрослых собак. Во-первых, собаки могут быть пассивными носительными болезней. Во-вторых, взрослые собаки, особенно крупные, могут быть слишком грубыми во время игр и нечаянно напугать или даже не намеренно покалечить вашего кроху. Номер семь. Физическое наказание. Да, собак нужно воспитывать. Их хозяев тем более. Но физическое наказание – это всегда плохо. Во-первых, это жестокое обращение с животным. Кроме того, это не работает и на самом деле приводит к обратному отжелаемому результату. Собака начинает вас бояться. Дрессировка, основанная на поощрении, гораздо эффективнее физической дисциплины. И вот почему. Система дрессировки, основанная на поощрении, выстраивает доверие между собакой и человеком, тогда как физическое наказание учит пса не доверять людям в целом. Дрессировка с наградой поощряет определенное поведение собаки. Но когда собаку бьют, она может попытаться спрятаться, неконтролируемо мочиться или застыть в подчинении, поскольку напугана до смерти. Дрессировка с поощрением помогает собаке учиться вести себя определенным образом. Когда же хозяин прибегает к силе, собака сосредотачивается на одной мысли. «Мне больно и мне это не нравится». Подумайте сами, вам нравится, когда вас бьют. Так я и думал. А получать награды любите? То-то же. Собаки от вас ничем не отличаются. Так что если ваш мохнатый приятель делает то, что вам не нравится, запишите его в дрессировочный лагерь, в котором вас будут учить не меньше, чем вашу собаку. Лучшее время для этого – щенячий возраст, когда характер еще не закрепился, и внедрить положительные привычки и установки гораздо легче. Номер шесть. Слишком мало стимуляции. Как и вам, собакам нужна постоянная психологическая и физическая стимуляция, особенно рабочим породам. И поэтому регулярные прогулки обязательны. Если вы хотите завести собаку, подумайте, сможете ли вы это обеспечить. Прогулки не только дают собакам необходимую физическую нагрузку, но и дают им узнать различные звуки и запахи. Такая сенсорная стимуляция, в свою очередь, заставляет их мозг работать лучше. Если собакам не хватает стимуляции, они попросту будут пытаться себя развлечь. К несчастью для собаководов выражается это в рытье, жевании и разрывании вещей в доме. Номер пять. Вы не пристегивайте собаку в машине. У взрослых людей есть ремни безопасности, у детей – детские кресла. Так, почему же собаки должны оставаться без защиты? Если вы не пристегнете собаку и попадете в аварию, ваш питомец может серьезно пострадать или даже погибнуть. Есть масса вариантов, как обезопасить своего лохматого друга. Ремни-шлейки, застегивающиеся шлейки, сумки-переноски и даже собачьи кресла-катапульты. Ю-ху! Ладно, это шутка. Просто найдите то, что подходит именно вам. Номер четыре. Вы кричите на собаку, если она делает что-то не так. Крик – еще одна практика, о которой лучше забыть во время воспитания собаки. Как и физическое наказание, это не работает. Собаки не понимают слова «нет», так что вы их только пугаете, особенно если решили вспомнить что-то, случившееся намного раньше. В этом случае пес не только боится, но и растерян. Номер три. Пропущенное лечение от блох, клещей и паразитов. Профилактика от паразитов жизненно важна для собаковода. Кто-то говорит, что зимой можно пропустить прием лекарств от блох, клещей и гельминтов, если живешь в холодном климате. Но это лучше обсудить с ветеринаром. Безопасность всегда превыше всего. Номер два. Вы оставляете опасные предметы в зоне досягаемости. Собаки любят приключения, из-за чего частенько попадают в передряги. Защитите питомца в доме, убрав все, что он может заживать или проглотить. Лекарства, гвозди и болты, магниты, монеты и батарейки никогда не должны быть в пределах досягаемости. Носки почему-то становятся любимой игрушкой почти всех собак. Но помните, что если ваш песик проглотит носок, он может застрять у него в горле. Номер один. Вы не обращаете внимания на специфические для породы болезни. Одним породам требуется особый уход, а у других есть предрасположенность к определенным болезням. Всегда изучайте вопрос, прежде чем заводить питомца, чтобы знать, как за ним ухаживать и каких проблем ожидать. Если вы собаковод или просто любите собак, то поставьте этому видео лайк и поделитесь им с другими любителями песиков. А если у вас есть собственные рекомендации по уходу за питомцами, расскажите о них нам в комментариях. Пусть ваши четвероногие друзья всегда будут здоровы и счастливы. Увидимся в следующих видео на яркой стороне. Субтитры сделал DimaTorzok